Это наши собаки? Нет. А можно их подержать, пожалуйста? Так. Кинтяра. Кинтяра. Бежать. До включения камеры этот пес кидался на нашу съемочную группу в домах по улице Прессовой. И это не редкость. Собаки без определенного места жительства хорошо слушаются людей с подобным же статусом. А на этих кадрах уже сквер в городе Энгельсе, в районе бывшего мясокомбината. Четвероногие друзья входят в полный контакт с молодым человеком. В его арсенале только ноги, в их зубы, которые в итоге и победили. Фиксация укуса собаки на видео в журналистской практике – вещь довольно-таки редкая. А вот сообщение копится в стопке. Нередки случаи, когда собаки в качестве зоны отдыха и не только использовали, в том числе и эту площадь в самом центре города. Вообще контроль за отловом бездомных животных специализированными организациями лежит в руках муниципалитета. Но если раньше за это отвечали сотрудники комитета по благоустройству, то с февраля этого года эти обязанности распределены между районными администрациями. Если смотреть на результаты поиска по сайту регионального следственного управления, то там фигурирует свыше 30 случаев нападений собак на людей. С начала года чаще всего упоминается заводской район. Объекты нападения – в основном дети. Перед вами начальник отдела благоустройства нашумевшего района Леонид Бабкович. Говорит, что сейчас вместо 11 человек в штате всего 5, двое из них заняты очисткой. Отлавливают и стерилизуют животных спецы из компании «Верный друг» по конкурсу. Работает порядка трех бригад у нас на территории района. Подрядная организация справляется хорошо. В плане сложности есть только у нас с размещением безнадзорных животных. То есть количество их размещения у нас ограничивается теми ресурсами, что имеются на данный момент. Что в чем ограничение? Чего не хватает? Не хватает места размещения. То есть возможно увеличение дополнительных темпов по их отлову, но не хватает места их содержания. То есть приюты сейчас уже заполнены? Приюты заполняются очень быстро. С учетом того, что после проведения стерилизации мы обязаны содержать животное в течение 16 дней, так сказать, выдержать реабилитационный период. До конца контракта бригады должны отловить в заводском районе еще 50 особей из 77 положенных. Но сколько их всего по району, неизвестно. Как говорят в Следственном комитете, с осени прошлого года выявлено порядка 50 случаев нападения собак на людей. Все случаи объединены в одно уголовное дело. Следственным отделом по городу Саратов, Следственным управлением Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено и продолжается расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении должностных лиц администрации муниципального образования города Саратов, ответственных за отлов бродячих животных. Кроме того, как вы правильно заметили, следственным органом осуществляется мониторинг средств массовой информации, в том числе сети интернет, на выявление фактов на падение бродячих животных на граждан, в том числе несовершеннолетних детей. Работа продолжается в данном направлении. Сейчас вот это дело в отношении определенных людей или это пока не установленные лица? Это пока не установлены лица должностной администрации города Саратов. Устанавливаются все обстоятельства, произошедшие в рамках расследования уголовного дела, будет дана оценка, установленные все лица. То есть опять нет речи об конкретных именах и должностях, а вся работа фактически переходит в бумажную плоскость по принципу, кто раньше кому напишет. Вот пример взаимодействия следственных органов и районной администрации. По факту укусов безнадорных животных Следственный комитет направляет нам материалы, которые администрации района оперативно отрабатываются. Выражено это в направлении заявки в подрядную организацию, осуществляющую отлов безнадорных животных с пометкой «Отработать срочно». То есть подрядная организация незамедлительно при выявлении факта укуса выезжает на место и отчитывается, сколько безнадорных животных, и по какому адресу, и где они отловили. Кого-то привлекать у себя там внутри администрации, все ли справляются. Какие-то меры принимать в подрядной организации? Что-то приходилось? Нет, нет, нет. А это февральские съемки с Ларисой Хайровой в Энгельсе. Во время пробежки на стадионе она стала жертвой нападения. Сейчас она временно в другом городе, но говорит, что тех собак так и не отловили. Они просто ушли в другое место. А сама она решила подать в суд на Энгельскую администрацию. У меня идет сейчас удобный процесс. Я делала экспертизу. То есть я намерена пройти до конца. Назначили они экспертизу. Вот нас в прошлой неделе делали экспертизу. И девушка, которая делала экспертизу, сказала, что участились случаи. Как раз до того, как я пришла, туда поступил ребенок. Мальчик. По-моему, лет 7 или 8. Мы очень сильно скусаны тоже с собаками. Но поскольку это больница, она же в судебной медицинской эксплуатации на Саратове находится как раз. Вот туда поступил ребенок. Она говорит, много случаев. Какие сейчас результаты, какие перспективы? Вот я, честно говоря, искренне надеюсь, что справедливость восторжествует, что люди будут, понесут какую-то, я не знаю, ответственность, что ли, накажут их как-то, я не знаю. Дело, вот понимаете, Александр, дело даже не в деньгах, да, не в какой-то... Я просто хочу, чтобы люди отвечали за свои действия, в том числе и за бездействие тоже. Подобных результатов ждут и от работы чиновников и следователей. Но пока покусанным приходится самим огрызаться в судебных инстанциях. Продолжение следует...